В день памяти и скорби рязанцы возложили цветы к вечному огню на площади Победы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она унесла жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области. Примерно половина из них не вернулась. Эту трагическую дату в истории нашей страны мы никогда не должны забывать. Конечно, очень важно для нас, для всех, для поколений будущего нашего, очень важно. Все, как мы живем, конечно, мы обязаны только нашим участникам ветеранам войны. Помним, плакаты носим. Надо помнить всех, вспоминать про деда, бабулю. А у вас как-то воевал? У нас дед воевал, дядька воевал. Дядька, он не вернулся с войны. Он офицер, мы помним его тоже. Тем более, мы росли еще в те годы, когда был Советский Союз. Нас вообще учили, что это, ну, как сказать, война. Наши деды погибли. Бабушка моя, она в скотчине, у нее стояли фашисты в деревне. Мама 8 лет. Конечно, было страшно. Поэтому воспоминания были ужасные у них. В этом году, в День памяти и скорби, впервые прошла общероссийская минута молчания. В 12.15 вся страна склонила голову в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом. Вечером, 22 июня, состоялась всероссийская акция «Великое кино великой страны». На экране, установленном на площади Победы, был показан фильм «Судьба человека». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».